А почему Новосибирск главный? Как говорят некоторые мои гости, очень интересный вопрос. В Новосибирске понты не любят. Нельзя, имея в городе прекрасные дома, иметь позорные дороги. Оказывается, что можно. Новосибирск идет под водолеем. Но Новосибирск способен на большее. Если бы у Новосибирска был тотем, то что бы это был за образ? С барсеткой на картах и с семечками. Я, в общем, с этим согласен. Поворчать, покритиковать, поумничать. Это был рецепт от Германа Теплякова. Новосибирск-главный восклицательный знак. Здравствуйте, я Дмитрий Петров, и это проект «Новосибирск-главный». Мы продолжаем серию интервью о городе, его прошлом, настоящем и будущем. И сегодня у нас в гостях бизнес-антрополог Герман Тепляков. Герман, привет. Здравствуй, Дмитрий. Рад, что ты наконец до нас добрался. Давай начнем с прояснения. Кто такие бизнес-антропологи и чем они занимаются? Ну, если открыть нашу с тобой книгу «Антропология бизнеса», то… Ну, так ты сразу с козырей решил зайти, да? Да, там это определение будет. Ну, а я думаю, скрывать, что мы с тобой такую книгу написали, я думаю, было бы не совсем вернее. Это разрушило интригу с самого начала. Да, и тем не менее, там как раз такое определение дано. Ну, хотя, наверное, мог бы сказать, что на обратной стороне мои визитки написано. И текст был бы тот же самый. Рост финансовой эффективности компании за счет оптимизации процессов, где ключевым является человеческий фактор. Так, давай переведем это на русский. То есть, речь идет о том, как компаниям зарабатывать больше через человека? Просто учитывая человеческий фактор, конечно, потому что еще в 70-е годы прошлого века немецкие как раз вот специалисты по труду определили, что 80% финансовой эффективности компании на самом деле определяется и ее человеческим потенциалом. А машины, механизмы, ну, это уже так вот приложение ко всему этому. Давай представим, я руководитель бизнеса, и я приглашаю тебя помочь мне зарабатывать больше денег. Какие задачи я могу тебе поставить как бизнес-антропологу? Задачи уже поставлены, заработать больше денег. А все остальное, наверное, мои задачи. И первое, с кого бы я начал, это с первого лица этой компании. Потому что все-таки бизнес, по большому счету, это экзостилет собственника. Это продолжение его мыслей, его головного мозга, его рук, его ног, его интеллекта. И только понимая, собственно, что у него в голове по этому поводу, можно понять, а какие изменения он хочет произвести в мире. Ну, и привести в соответствие его, скажем так, персонал, а также отношения с партнерами, клиентами в соответствии с его ценностями. Герман, у нас в проекте есть такая традиция. У нас предыдущий гость задает вопрос следующему. В прошлой программе у нас был такой молодой человек, то, что сейчас принято называть поколением Z, блогер. И его вопрос тебе, получается, звучит следующим образом. Как бы ты провел свои выходные, не выезжая из города? Я думаю, самые лучшие выходные для жителей Новосибирска, это как раз провести их, не выезжая из города. Потому что, на самом деле, это миф, что у нас нет интересных мест, у нас некуда пойти. На самом деле, все обстоит с точностью до наоборот. Потому что, когда я выхожу на балкон своей квартиры на 17 этаже, передо мной простирается Дендропарк, Зайльцовский парк, Обь, и то, что за этой Обью. И я понимаю, то, что вот это все обойти не хватит не то, что выходных, отпуска не хватит. И поэтому, конечно, для меня самый лучший выходной день – это выйти и побыть в тех местах, где, оставаясь в мегаполисе, на самом деле, остаешься один. Это в том числе и те локации, которые я сейчас перечислил. Так, ну раз уж мы про любимые места заговорили, давай-ка выкладывай свой список любимых мест в городе. Ну, помимо названных такой Дендропарком и там, что там, Зайльцовский бор. Я люблю Тихий центр, я люблю набережную Аби, потому что это как раз вот места, несущие в себе какие-то особые смыслы, потому что там разворачивались события, которых, возможно, мы еще не знаем в силу того, что они не описаны историками, как часть именно Новосибирска. Ведь здесь, на самом деле, целая история. Мало кто знает, что в районе, скажем, восхода была ставка хана Кучума. То, что здесь проходил как раз вот Ермак, да, со своей дружиной, это вот все в наших местах происходило. Это исторически подтвержденные факты. Да, да. И поэтому, на самом деле, погружаешься не только в историю вот последнего столетия или времени, начиная с 1893 года, когда наш город официально был основан, но чувствуешь в себе вот флер как раз вот тех дней и событий, ну, что далеко ходить, Кривощокова, да, которого вообще-то 400 лет насчитывает свои истории, и это тоже документально подтвержденный факт. А то, что находят на его территории, относится вообще-то к бронзовому веку и раньше. Поэтому Новосибирск, он богат именно той аурой исторической, которая, возможно, еще не распакована. А я предполагаю то, что для того, чтобы ее для себя открыть, нужен определенный доступ от нашего города Новосибирска. И когда оказываешься вот в такой атмосфере, в этих местах, то это и путешествие во времени, и путешествие внутрь себя, на которое никаких выходных, поверь, не хватит. Вот ты сказал про доступ, я сразу представил какой-то портал, или кто это вообще должен, проводник какой-то должен быть? Ну, на самом деле, наверное, лучший проводник и лучший портал – это каждый из нас. Для этого достаточно погрузиться в атмосферу нашего города, который действительно удивителен. И мне это знакомо не понаслышке, поскольку я новосибирец в четвертом поколении, мои предки в этот город приехали еще в конце 19 века для того, чтобы его создавать. И, собственно, все началось с того, что вот прадед мой, он работал на станции ОПЬ, которая нынче называется Новосибирск-Главный. Поэтому, когда ты произнес эти слова «Новосибирск-Главный», мне это очень отозвалось, потому что это фактически вот исток моей новосибирской истории. Друзья, случайности не случайны. Ну, и не случайны тогда будет и мой вопрос. А почему Новосибирск-Главный? Почему наш проект называется «Новосибирск-Главный»? Ну, как говорят некоторые мои гости, очень интересный вопрос. На самом деле, Новосибирск-Главный как-то у нас мы долго выбирали название. И вот когда возник этот вариант, мы сразу же на нем остановились, он у нас отозвался. Ну, во-первых, потому что Новосибирск-Главный – это надпись, такая уже эпохальная надпись на вокзале. А вокзал – это железная дорога, а железная дорога – это тот самый мост, строительство которого возглавлял и завершал, что немаловажно, Николай Тихомиров, в честь которого названа городская резиденция, под эгидой которой вообще наш проект запущен. Ну, и Новосибирск-Главный – это, конечно, еще второй смысл этого, а может быть и самый первый – это в том, что это некоторый взгляд на город как на что-то значимое. На то, что для новосибирцев, ну, тех, которые любят свой город, является, может быть, определяющей доминантой, городской доминантой. И вот мы на наш город смотрим с разных сторон, взглядами разных людей, тебя в том числе сегодня, раскрывая всю его многогранность и, если хочешь, культурный код, что ли, вот ДНК, как ты правильно сказал, городу Новосибирска. Поэтому, вот, наверное, поэтому и Новосибирск-Главный получился. Причем, знаешь, вот когда ты сейчас мне вот это все объяснял, почему так, да, почему так называется проект и откуда вообще сам проект, то у меня прозвучало не просто «Новосибирск-Главный» два слова, а несколько иначе «Новосибирск-Главный» восклицательный знак. То есть, понимаешь, да, то есть вместо двух, вот целых четыре так удвоился такой смысл. И на самом деле Новосибирск, он для многих из нас был и остается главным городом нашей жизни, даже для тех, кто сюда переехал. Я знаю много людей, которые приехали в Новосибирск, родившись или состоявшись в другом городе, и они понимают то, что на самом деле они пришли туда, куда шли всю жизнь. Они пришли в город, который стал для них главным. И что интересно тоже вот у этих людей общее в том, что они испытывают особый интерес к нашим истокам, к нашей истории Новосибирска. К тому времени, когда каждому, наверное, гражданину нашего города были понятны фамилии, такие как Гарин, Михайловский, Тихомиров тот же. И поэтому, когда вот я смотрю на фотографии, там, конца 19 века, начала 20, когда вижу этот мост и вижу храм Александра Невского, я знаю, кто его строил. И у меня особо чувство от того, что мои предки, мой прадед, его дети, которых у него было 16, они ходили по этим улицам, они прикасались к этой истории, они видели этих людей, видели Тихомирова того же. И поэтому такое вот родство и такая вот историческая цепь, она и создает то, что позволяет сказать. Но ты ее действительно вот так ощущаешь и воздействует... Да, это на самом деле у меня, особенно в последние годы, это чувство обострилось, я не знаю почему, вот этого единства даже не с городом, а с линией времени этого города. Потому что на самом деле у меня это идет единое, я уже назвал 90-е годы, 19 века, когда вот моя семья перебралась сюда из Европы. И тогда действительно это время, оно для меня оживает не только в старинных фотографиях, но и в рассказах моей бабушки, которая родилась как раз вот в то время, которая училась в первой новосибирской гимназии госпожи Смирновой. Это вот то самое деревянное строение, да, с таким добротным фундаментом, которое стоит на углу Ленина и Урицкого. Это вот то самое здание. Когда я мимо него хожу, я всегда вижу бабушку, ну а как меня не увидеть, потому что сохранились еще фотографии той поры, где она с госпожой Смирновым, с батюшками нашими новосибирскими. В своей женской гимназии вот она изображена вот там на этих фото. Помню, когда был маленький, я над ее головой еще такой значок поставил, чтобы бабушку ни с кем не спутать. И поэтому до сих пор у меня вот это вот такое представление, помню ее рассказы о том, как вот это все было, что было принято. Потому что на самом деле в Новосибирске вот это слово принято и не принято, оно о многом. Потому что оно, разумеется, да, было такое понятие, как действительно опрятность, то есть это было одно из ключевых кодов, да, то есть именно опрятность. Потому что мы видим с одной стороны, опять же, если на тех снимках прошлого, улицы, прямо скажем, не в лучшем состоянии. Помним Николаевский проспект, как выглядел, да, до того, как его замостили. И в то же время чисто одетые люди, красивые люди. Причем не только, скажем так, сословия ближе, ну, к дворянскому, скажем так, но и, в принципе, простые рабочие мещания. То есть это люди, которые тоже всегда за собой следили. Новосибирцы и сейчас выглядят очень аккуратно. Скажи, Герман, есть ли какой-то феномен места, потому что, ну, действительно, ведь в свое время Новосибирск был городом-рекордсменом по темпам роста численности населения. Он даже, по-моему, в книге Гиннесса в этом качестве зафиксирован. Ну, ведь мосты через реки строились довольно в большом количестве, но почему-то вдруг именно здесь, в этом месте, связанное с этим мостом, вдруг возник довольно быстрый мегаполис. Вот есть у тебя какие-то гипотезы, почему это произошло? Ну, я думаю, здесь все-таки ряд факторов, начиная вот с того, о котором мы говорили, времен еще Гарина Михайловского, когда была эта известная история с томскими купцами, да, когда, в общем-то, он отказался от весьма выгодного предложения, назовем это так, то предложение, за которое сейчас, ну, скажем так, принимают надолго. И это был всегда, наверное, город возможностей. Вот Новосибирск – это действительно город возможностей, который как бы случайно создает события в жизни людей, которые на самом деле становятся фундаментальными. И поэтому, на самом деле, в свое время в Новосибирск прибыли многие люди, которые были компетентны для того, чтобы создавать, созидать. В то время не было, скажем так, потребности, вот, ну, просто в рабочих руках, конечно, в рабочих руках потребность есть всегда, но такой потребности именно в инженерах, в умных людях. Ведь Новосибирск, он не только строился, он давал образование. Та же самая, вот, я вспоминаю, первая женская гимназия госпожи Смирновой. В седьмом классе девочки получали право становиться сельскими учительницами. И в то время, когда в царской России, ну, в общем-то, еще женское образование, оно не было столь развито, это был очень хороший лифт социальный для девочек. И поэтому, вот, притягивало, в том числе, вот этими возможностями, да, это место. А потом, если говорить о военных временах, понятно, что в Новосибирск были эвакуированы наиболее, ну, скажем так, ценные предприятия, которые сопровождали наиболее светлые умы. И поэтому, с одной стороны, вот эта беда Новосибирска, его разбросанность, ну, понятно, во время войны, куда рельсы шли, там завод и выгружали. Но, с другой стороны, мы получили тех людей и их потомков, которые это разворачивали молниеносно и работали уже для фронта, для победы. Потом Академгородок. И поэтому, вот такие вот постоянно ключевые периоды, да, то есть они, как бы, вот такие узлы временные, в которые создавались условия, позволяющие городу перейти на следующий уровень. И я предполагаю, то, что вот наш рост, он связан прежде всего с этим. Вопрос к тебе, как к бизнес-антропологу. В бизнес-антропологии есть такое понятие «тотем-компании». Это символ животной или растительной, который отражает дух компании. Иногда это зафиксировано в логотипе, иногда появляется у компании персонаж, иногда это вот так незримым образом есть у компании. Это, конечно, часть корпоративной культуры. Так вот, мой вопрос заключается в следующем, Герман. Если бы у Новосибирска был тотем, то что бы это был за образ? Ну уж точно не Соболь. Соболь, который изображен на нынешнем гербе Новосибирска. Потому что Соболь, да, конечно, это ценный мех, прежде всего. Но, с другой стороны, этим его ценность ограничивается. По большому счету, да, это мягкое золото, как раньше называлось. Это сырье, если упрощенно говоря. Но Новосибирск, он способен на большее, чем просто давать сырье. Все-таки наш главный продукт – это интеллектуальный продукт. Это то, чем Новосибирск славится, тем, чем Новосибирск известен. И поэтому при вопросе, а каков мог бы быть тотем Новосибирска, вот у меня приходит в первую очередь образ ученого кота. Того самого пушкинского? Того самого пушкинского, конкретно, вот того самого пушкинского черного кота. Причем это не кот Баюн, который, ну там, в сказке рассказывает, а именно ученый кот, который так вот мыслит, создает. Ну, собственно, этот образ, он примерно так у Стругацких был обыгран, когда они в своих вот таких сказках для взрослых, да, так как понедельник начинается в субботу и так далее. Ну, собственно, они рассказывали, по большому счету, о мире, к которому наиболее близок, пожалуй, Академгородок наш. И вот образ и тотем Академгородка – это совершенно точно кот ученый. Ну, и, собственно, Новосибирск, он многими воспринимается именно вот как вот предаток Академгородка. Удивительно, да, не Академгородок, предаток Новосибирска, а все с точностью до наоборот. Да, и из Академгородка, я как в прошлом житель Академгородка, Новосибирск представляется окраинный Академгородок. Да, совершенно верно. И поэтому кот ученый – это такой тотем уже общий. Ну, и с учетом того количества вузов вполне качественных, которые есть в нашем городе, традиции именно отечественной науки, да и уже не только отечественной, один и яв в этом плане чего стоит. Это на самом деле такой мировой уже бренд, это законодатель мод в ядерной физике, в квантовой физике. И поэтому, да, кот ученый – это, пожалуй, такой… Ну, кот – это что-то, или точнее кто-то, кто независим, свободолюбив, невозможно управлять. Это тоже очень существенно, да, потому что вот сейчас ты назвал такие ключевые слова – независимость, свобода, любие. И здесь у меня включается еще один такой символ города, ну, есть такое понятие, как астродиография. И вот, допустим, астрологи, ну, не будем сейчас говорить о том, там, хорошо это или плохо, это уже другая тема, они тоже разные территории рассматривают в связи с теми или иными знаками. Так вот, Новосибирск идет под водолеем. А водолей – это как раз знак, где в первую очередь звучат произнесенные тобой слова. Это свободолюбие и независимость. И поскольку стихия воздуха, интеллект и, скажем так, неожиданные решения, это тоже про Новосибирск. Не знал, что у городов есть гороскопы. И на дальние карты, видимо, составляются на них. Видимо, да, потому что под водолеем идут Новосибирск и его родственник Санкт-Петербург. То есть это два ментальных близнеца, это вот два интеллектуальных центра страны. И поэтому, допустим, вот новосибирцы, которые уезжают в Москву, они себя порой чувствуют там не очень комфортно, потому что там, ну, ритмы не совпадают. В Питере намного проще. Если посмотреть на город, как на сообщество людей, скажи, пожалуйста, действуют ли законы антропологии и какие именно на это сообщества? Или это неприменимые вообще принципы и технологии? На самом деле все законы антропологии, они действуют в любом сообществе. Поэтому я думаю, что смысла нет проговаривать то, что общее для всех. Но каждая территория, каждая общность имеет какие-то свои особенности. Имеет их и Новосибирск. Например, Новосибирск, это принято действительно, это город умных людей. Я об этом говорю не только как коренной новосибирец. Тут уже было бы, наверное, не совсем корректно. Но я думаю, каждый из нас, жители этого города, будучи на выезде, да, хоть в другом городе нашей страны, хоть за рубежом, наверняка сталкивался с такой реакцией. О, ты из Новосибирска, тот и ты такой умный. То есть вот это действительно так и есть. И тем не менее, есть ситуация, когда мы порой сами того не замечаем, что создаем, ну, некие такие вот даже не стереотипы, но паттерны поведения, да, то есть вот такие вот действия, типичные именно для Новосибирска. И, скажем, один из них такой, вот человек, начиная, допустим, свое дело, свой бизнес, он надеется на то, что у него там много достаточно друзей, знакомых, у него несколько сотен человек или даже тысяч в адресной книге. И он уверен, он любой бизнес откроет, клиентская база у него фактически уже готовая. И очень удивляется, когда никто к нему не приходит, даже в том числе из ее бывших друзей. А Новосибирск действительно таков, что он не дает аванса. Новосибирск внимательно ждет человек, он по-настоящему ресурсный, и этот ресурс создаст его успех. Или это был мыльный пузырь. Новосибирск не любит мыльных пузырей. Новосибирск любит реальных людей и реальные проекты. Новосибирск ждет, когда проект или человек, он, что называется, выстрелит и начнет давать результат. После этого к нему будет не пробиться. Так происходит в очень многих видах бизнеса, в любом практически, хоть традиционном, да, там, хоть хлебопекарню. Кто-то открыл всех друзей, позвал, но не идет никто. Герман, ну а как же, вот, не знаю, взаимовыручка, которой вроде бы славятся сибиряки? Выручить выручат. Если тот же человек, у которого бизнес не пошел, обратится к друзьям, они, понятно, ему там и деньгами, и хлебом помогут, но его клиентами, просто чтобы он поднялся, они не станут. Зато после того, как действительно уже станет понятно, что он в ипостасе бизнесмена состоялся, будет еще больше уважения, еще больше дружбы, больше потока. То есть, это похоже, как будто бы вот так все друг за другом наблюдают, не помогают, выжидают, да, но если вот выплыл, ну молодец, ну тогда вот. Да, тогда респект, и так на самом деле во многих очень сферах бизнеса. Иллюстрацией того, что ты говоришь, может сложить ситуация вокруг нашего проекта. Как только вышли первые выпуски, первое интервью, появилась наружка в городе, мы даже не ожидали такой реакции, появилась масса разговоров в соцсетях, сейчас даже одно деловое здание будет анализировать и спрашивать эксперта про наш проект. И как-то люди не остаются равнодушными в плане того, что им обязательно хочется сказать что-то такое, ну вот как-то посоветовать, что вот мы делаем не так, а вот надо делать так-то, так-то, так-то. Вот тебе вопрос, как бизнес-антропологу, что это за реакция? Ведь мы же ничего такого вредоносного не делаем для города, наоборот, стараемся отрефлексировать, что в нашем городе происходит, в чем его суть, идентичность. Почему такая реакция? Сейчас ты произнес ключевые слова, суть, идентичность. По большому счету это то, что создает контекст. И до вас создавали не контекст, а контент. Поэтому, естественно, такая реакция, которая за кадром могла бы прозвучить так, а что, так можно было? Оказывается, можно было. То есть вы на самом деле пошли очень таким простым, красивым путем, когда вы именно заходите не на уровень нигде, кроме как в Моссельпроме, а на уровень передачи смыслов. Передача смыслов того, что мы живем на самом деле в очень необычном, я хотел сказать, непростом городе, но непростой он имеет некоторую такую, ну, отрицательную коннотацию, поэтому лучше подобрать что-то другое. Но город на самом деле непростой. И тем не менее, для меня вот здесь такая вот положительная непростота города Новосибирска. И вы с этим заходите. Понятно, что создаете этим, во-первых, такой элемент неожиданности, причем неожиданности той, которая на самом деле на поверхности лежала. И естественно, что это вызывает определенную у кого-то досаду, назовем это состояние таким словом. С другой стороны, у меня в этом плане для вас очень хорошая новость, потому что все лучшее, что происходило в Новосибирске, шло именно этим путем. Что там по динамике-то? Сменится тут гнев экспертов на милость какую-то? Или мы так и будем получать, продолжать негативные такие вот экспертные оценки? А на самом деле, как правило, негативные экспертные оценки, они переходят в позитивные. Ну, ребята, мы же вас предупреждали, мы это обсудили, на самом деле вы молодцы. Мы же говорили перед этим, что особенность Новосибирска – это посмотреть, как дело пойдет, и как только оно пойдет нормально, сказать, ну, супер. Мы с самого начала знали, что так и будет, но предупредили. Свобода, свободолюбие, интеллект, критическое мышление – это то, что мы назвали, то, что включает в себя характер новосибирцев. Есть ли еще какие-то качества, которые мы не назвали? Ну, пожалуй, достаточно явственно проявляется деление на своих и чужих, но в то же время без антагонизма. Потому что, действительно, Новосибирск – это город, в котором, ну, достаточно хорошо заметны страты определенные, да, профессиональные, интеллектуальные, культурные страты. Но, тем не менее, эти страты, они не конкурентны, не противоречат. Они знают о существовании друг друга. Неважно, это может быть, ну, к примеру, говорят, там, центры в культурной среде, или, допустим, в научной, или там, в бизнес-среде, которые, скажем так, как в приведенном примере про вот то самое деловое издание, могут дистанцироваться, могут, скажем так, позиционировать себя как вот особых и непогрешимых, но в то же время, несмотря на негатив, это не вражда, это не конкуренция, это именно вот такая вот некая отстраненность, потому что именно с расстояния определенного лучше видны какие-то моменты, которые и в том числе тому проекту, который критикуется, могут быть весьма полезными. Это, кстати, один из признаков критического мышления, которым вот так вот богат Новосибирск. Ну, а что касается разделения, то у нас просто диография к этому обязывает. Два берега, левый, правый. И причем, если там житель правого берега, особенно Академгородка, ну, изображается едва ли не в конфедератке, то житель левого берега, ну, едва ли не с барсеткой на картах и с семечками. И в то же время, вот какого-то, кроме подтрунивания вот так вот друг на другом, да, на самом-то деле, ну, никакой вражды нет. Хотя, я так предполагаю, это появляется именно по мере развития города. Я возвращаюсь в свои истоки, потому что вот моя семья жила в те еще в 90-е годы 19 века возле казармы, ну, сейчас там психиатрическая больница на Владимирской находится. А раньше на территории этой больницы были казармы. И вот рядом с этими казармами жила моя семья. Это была улица Владимирская. А туда дальше вниз, к берегу Аби, ну, правда, это было уже в 20-е годы, вот это все настроено, Нахаловка. И вот Владимирская, это была линия фронта. И Нахаловские парни дрались с Владимирскими. Слушай, ну, это, по-моему, даже в Академии такое было, там, стычка между микрорайонами. Но это же тоже, опять же, это же в антропологии человека, это зашито, что свой-чужой, защита территории. Да, безусловно. Атрибуция аудитории, да, совершенно верно. И здесь самое главное вовремя понять то, что воевать-то надо не друг с другом, а с кем-то там еще вовне. Поэтому у нас, собственно, до таких вот жестких антагонизмов, именно географических, не доходит. Ну, а потом, когда Нахаловку переселили на Затулинку, то понятно, что этот район, он, ну, тоже приобрел некий такой криминальный флер. Хотя я массу знаю вполне приличных людей, которые оттуда вышли. В конце концов, сам с Затулинки. Конечно, мои первые годы прошли, опять же, вот в том же месте, где жили мои предки. Я, первые годы моей жизни, это вокзальная магистраль 2, вот этот вот большой дом на вокзальной площади. Но потом так получилось, это 66-й год, когда стали строить вот эти панельные многоэтажки, пятиэтажки, переезд на Затулинку. Ну, и туда, конечно, перебралась вся Нахаловка. Поэтому очень интересный получился район со своими культурными кодами. То есть, сохранилось что-то у тебя из воспоминаний детства, может быть, там, вкусы, запахи, какие-то образы, связанные с городом, ну, вообще с детства? Да, конечно, я себя помню очень рано, поэтому все, что было связано с городом, сохранилось. Сохранилось вот ощущение таких полупустых улиц, потому что были такие вот, знаешь, вот были такие облизанные автобусы, типа вот 45-й маршрут такой вот был, долго сохранялся, троллейбусы, когда вот они еще такие вот были облизанные, особенно с боков и сзади. Вот это сохранилось, тем более они один в один были, как с моих детских книжек. И когда я выходил на улицу, у меня была полная иллюзия, что вот из этих, со страниц этих детских книг, выехали вот эти автобусы и троллейбусы на улицу. Ну, когнитивного диссонанса, конечно, не молитв. То есть, вот это просто вот так. Мое детство, это 21-й Волги в качестве такси, потому что 24-х еще не было на ту пору. А москвичи, там, 408-й или какие тогда были. То есть, вот все, что было на страницах детских книг, такое же яркое. Новосибирске, я помню, как очень солнечный город. Ну, и день, в который я родился, 16 мая 1963 года, это был тоже очень яркий, очень солнечный день. Не вот так вот, мама расслабила. Ты сейчас только паспортные данные не называй, то сейчас я чувствую, после нашей программы ты все рассказал, все свои данные. Ну, осталось назвать там CV-код с банковской карты. Вкусы и запахи. Запах свежести. Вот, особенно после дождя, Новосибирск, он пах, ну, как на поле практически. Несмотря на то, что у нас по станционной были заводы, которые выбрасывали там едва ли не всю таблицу Менделеева. Но, видимо, либо близость к реке, либо роза ветров как-то вот все-таки город спасала от тех волн, хорошо знакомых, которые сейчас нас порой накрывают. Раньше этого не было. И поэтому воздух, он на самом деле в Новосибирске был чистый. А что касается вкус, для меня это прежде всего совершенно невероятный вот вкус хлеба, которым можно было просто дышать, за которым меня отправляла мама в булочную. И донести его, чтобы не обгрызть горбушку, было просто нереально. Ну, а дома ждало молоко, обычное наше молоко, смолкомбината, которое почему-то мало отличалось от того, что сейчас мы называем настоящим фермерским. И поэтому вот эта натуральность города, его чистота, это то, наверное, что действительно вызывает ностальгию, особенно когда смотришь на то, как, увы, выглядит город сейчас. Есть что-то, что безвозвратно ушло в Новосибирске, о чем ты сожалеешь? Я совершенно точно могу сказать, что я ни о чем не сожалею. Потому что даже то, что было, ну, действительно, вот такое особо хорошее, возможно, это полная безопасность. Возможно, это какой-то особый дух взаимной поддержки. Все-таки сибиряки, которые населяли Новосибирск, тогда они формировался, вот эта общность, да, такая этническая наша, тоже из сибиряков. Ну, или из тех, кто уже стал сибиряками. А Сибирь имеет свою специфику. Сибирь, это в чистом виде Сибирь, это порой 500 верст, вокруг никого. И ты знаешь, ближайшие соседи... Ну, вот на Сибирь, Высоцкого, да, было кругом 500? Кругом 500, вот прямо по Высоцкому. И несмотря на то, что мы комнатные сибиряки, тем не менее, в нас сохранился вот этот дух от тех людей, которые жили здесь до нас. И тех людей, которые продолжают жить сейчас, так же, но уже в большей глубинке, так же, вокруг 500. И тем не менее, у нас это есть. Когда до сих пор мы приходим в гости, а, возможно, я немножко жалею о том времени, когда в гости можно было приходить просто так. Не по звонку и не записавшись за две недели вперед. Ну, потому что телефоны не у всех были. А телефоны не у всех были, да. Когда можно было просто прийти, и ты знал, тебе всегда первое, с чего начнут, это с горячего чая, который нальют в кружку с лимончиком, который можно будет взять вот так. И если уж говорить о запахах, это вот тот самый индийский чай со слоном, который, когда завариваешь, пах на всю квартиру. Ну, слушай, погрузил меня в мир ностальгии. Я вспомнил все эти академовские кухни с этими посиделками. Ну, у нас помимо чая, у нас еще, прямо это такая традиция, в турочке варился обязательно свежепомолотый кофе. Ну, вы вот этот запах, да. Вы городковский, могли себе позволить? Ну, знаете, столы заказов, там, вот эти все. Нет, мы знаем. На затулите такого не было. Было такое. Хочу вот тебя о чем спросить. Такая тема довольно больная. Ну, и опять же, ты как специалист по социальной психологии, в том числе по этологии, по науке о поведении человека. Сейчас многие молодые, талантливые ребята, да и не совсем молодые, уезжают из города, едут в Питер, кто-то в Москву, кто-то в Сочи на юга, кто-то дальше. Во-первых, почему они уезжают и что нужно сделать сообществу, чего им здесь не хватает, может быть, чтобы молодые и талантливые пассионари оставались в городе и творили, и работали, и жили здесь, и радовали жизни. По моим наблюдениям, есть два потока тех, кто оставляет Новосибирск. Это климатические беженцы, то есть тем, которым реально просто становится здесь тяжело, которым тут тяжело дышать, а у нас действительно с годами становится дышать тяжелее. Это выбросы или это что? Это и выбросы, это пыль. Это, да, то есть это на самом деле, вот самое печальное во всем этом, то, что все это регулируемые факторы. То, что это не какая-то вот такая вот случайность, которая с него свалилась. То есть, понятно, метеоритный дождь упадет, ну, как тут на него подействуешь? Но вот эти факторы, которые реально у нас загрязняют атмосферу, на самом деле это регулируемые факторы, которые полностью определяются человеческим фактором. И поэтому создается целая категория людей, которые говорят, я не хочу и не могу, я себя уважаю. И при всей любви к Новосибирску я его вынужден оставить, потому что вот этим всем я не хочу больше дышать, я не хочу месить эту грязь и смотреть на эту серость. Это вот одна категория. Климатические беженцы. И вторая категория, ну, не хочу сказать экономические беженцы, но, скажем так, это те, кто понимает, кто начинает понимать, насколько здесь их недооценивают. Потому что действительно ни для кого не секрет, то, что Россия вообще, и Новосибирск в частности, это кузница кадров для всей планеты, кузница интеллектуальных кадров. Во всем мире максимально ценятся русские программисты. И не только программисты. И на самом деле из Новосибирска покидают как раз те, кого здесь недооценили. Я не буду сейчас называть средние зарплаты ученых в том же городке, на том же векторе. И очевидно, что носители столь уникальных знаний, они эти знания реализуют там, либо в другом городе, либо за рубежом, тем более, значительно дороже. Причем даже не в разе, а на порядке. Дело только в деньгах или что-то еще, ради чего люди уезжают? Ну, вот эти, как ты говоришь, экономические беженцы. В основном все-таки эти категории. Потому что сказать, едут за свободой нельзя. Новосибирск, он достаточно свободный и свободолюбивый город. И здесь вполне можно жить, оставаясь с собой на самом деле. Поэтому все-таки в основном люди едут за другим климатом и за другой оценкой их потенциала. Что-то можно в этой ситуации сделать? Или это вот такая некая неизбежность? Ну, вот, только констатировать. Потому что мы вот обозначили, по сути, два направления. Первое климатическое и второе экономическое. И если экономика это все-таки, ну, в большей степени такой федеральный масштаб, да, потому что есть определенные правила игры, просто, в которых не сыграешь, то климатические и экологические вопросы, вопросы чистого города, проще говоря, убежден то, что решается на месте. Для этого надо соблюсти одно единственное условие. Руководитель этого города, сити-менеджер, первое лицо, всего-навсего должен любить этот город. В свое время, это было лет 20 назад, свердловские бизнесмены, екатеринбургские, как сейчас можно сказать, даже, наверное, 20 лет, 30 назад, они собрались и сказали, ребята, нам в этом городе жить. Мы отсюда не уедем, мы свой город любим, мы любим Урал, мы любим наш Свердловск, в котором мы выросли, родились и работали. Давайте сделаем так, чтобы он стал комфортным для жизни. И они сделали Екатеринбург комфортным для жизни. Да, это правда. И если до сих пор, ну как-то вот, до недавнего времени шли вот эти разговоры, а кто же у нас на третьем месте, Новосибирск или Екатеринбург, для меня ответ давно уже очевиден. На третьем месте после Москвы, Санкт-Петербурга, оказались те, кто не просто любит свой город, а те, кто в него готовы вкладываться, готовы создавать новые возможности для горожан. И вопрос о том, куда девать деньги, здесь я не буду перечислять варианты, они давно этот вопрос решили. Веришь ли ты, что новосибирское бизнес, сообщество или вот какие-то другие, скажем, организованные группы, профессиональные или там общественные, способные реально повлиять на изменение судьбы такой линии развития города? Да, верю не просто потому, что я оптимист, а потому, что я реалист. Наверное, так правильнее сказать. Я с каждым днем вижу все больше людей, которых не просто это не устраивает. Потому что, когда не устраивает, ну, это так себе вариант. Это в той же самой психолингвистике, это мотивация от, да, а более такая правильная мотивация к, когда не то, что там тебя что-то не устраивает, а ты знаешь, что ты именно хочешь. Потому что не нравится и не устраивает, это разные категории. Когда женщина живет там с мужем-алкоголиком, который ее там пьет, бьет, ее это естественно, ей это не нравится. Но ее это устраивает, потому что она другого варианта для себя не видит. И в Новосибирске, к счастью, обстановка меняется. Уже, ну, то, что вот это все не устраивает, ну, понятно, кого это устроит, разве что вот, ну, там, процентов 10, вот, той самой Гауссианы, которым, в принципе, это нормально заходит. То есть не устраивает вот это недовольство, которое мы видим в соцсетях, в разговорах, это первая стадия изменений, ты к этому ведешь? Это первая стадия, она уже практически пройдена. Потому что вторая стадия, это когда я знаю, как надо сделать. И я все больше вижу людей, которые говорят, я знаю, как надо. Это тенденция к объединению, там, бизнеса, общества, деятелей, культуры, честных предпринимателей, которые действительно за этот город. И если мы даже вот посмотрим на те, ну, жилые массивы, которые вводятся в строй, то мы видим, это не просто вот клетушка, предназначенная для того, чтобы там поспать свои 8 часов, оттуда убежать на работу, и там, ладно, что там во дворе происходит. А это действительно комплексы для человека, для того, чтобы там достойно себя чувствовать, жить, работать. Это комплексы, где создается инфраструктура. И поэтому я точно могу сказать, те, кто продумывает и строит такие виды жилья для человека, это как раз те люди, это те компании, которые по-настоящему изменят город, которые вновь его вернут к тем истокам, я говорю сейчас даже не о культурных, о духовных истоках, потому что тот же Гарин Михайловский, тот же Тихомиров, они его создавали за тем, чтобы из него получилось больше, чем они могут достигнуть при жизни. Это уже за точкой X работа для новых поколений. И сейчас вот эти люди уже появляются, которые готовы преобразить этот город даже не для себя, а для новых поколений, ну как в фильме Дюна, да, они понимали, как в книге Дюна, они понимали то, что они не наполнят эту планету водой в течение одного поколения, но они знали то, что уже их правнуть и будут купаться в океане. Ну и я не могу здесь удержаться и не проиллюстрировать, конечно, то, что ты говоришь, как раз проектом Тихомиров, городской резиденцией, когда мне вот тоже посчастливилось участвовать в разработке концепции этой городской резиденции, мы как раз шли от того, чтобы рассматривать комплекс как некую среду, где предусмотрено не просто, что вот человек приехал и переночевал, как ты говоришь, а такая полноценная жизнь. И там у нас возникли и каворкинг-центры, и комьюнити-центр, и игровые комнаты, и коммерческая недвижимость, которая обычно продается застройщикам, там оставлена в аренде именно для того, чтобы сохранить концепцию, да, чтобы люди, которые живут и в самом комплексе, и поблизости, могли получить качественные услуги, там, тех же ресторанов, кофейн, магазинов. И одна из задач как раз этого проекта не просто там что-то построить, и это там продать, а или там сдать в аренду, а сформировать определенное городское комьюнити, в том числе и бизнеса, то есть находить партнеров, которые вот этой идеологии, этот дух, он близок по своим ценностям, по своим подходам. Ну и у нас, я надеюсь, получится, потому что есть... Я уверен, что получится, тем более вот то, что сейчас прозвучало, это на самом деле не только не столько про конкретный проект, это скорее про тренды. Ну а ты веришь вот в то, вот, знаешь, для меня все равно вот здесь остаются некоторые сомнения, когда появляется какой-то проект, который может повлиять на весь бизнес, там, не знаю, задав, как ты говоришь, тренды или там новые стандарты. Работает ли этот механизм или все-таки далеко не всегда это выстреливает? Здесь, опять же, хорошая новость в том, что именно на таком подходе, на таких трендах Новосибирск стал Новосибирском. Пусть пока не тем идеальным Новосибирском, который мы бы хотели видеть и в котором жить, но чего говорить, еще раз повторю, я очень рано себя помню, с середины 60-х годов прошлого века точно, и я вижу динамику, я вижу то, что происходит. Поэтому я, ну, никак не могу себя отнести к тем, кто утверждает, что раньше вода была там мокрее, сахар слаще, трава зеленее, потому что я вижу, как меняется Новосибирск. И даже те же самые хрущевки, если сравнить с халупами на берегах Аби в районе Нахаловки, это был колоссальный прогресс. И появившиеся потом девятиэтажки, брежневки, да, которые мы сейчас так называем, и так далее. То есть, вот, между прочим, именно строительный сегмент, он показывает не только состояние достижения города, но и обозначает цели, к которым надо идти. И дальше, собственно, вся инфраструктура, потому что, понятно, нельзя, имея в городе прекрасные дома, иметь позорные дороги. И поэтому тут уже одно к другому начинает... Оказывается, что можно. Пока да, но тем не менее, здесь вот создается, как на поле, когда вот какой-то росточек прорастает, и становится ясно, что остальному тоже надо подтягиваться. Поэтому... То есть, ты хочешь сказать, что я просто, правильно ли я тебя понял сейчас, что многие интересные девелоперские проекты, которые, ну, де-факто есть в Новосибирске, они становятся градообразующими. Они становятся градообразующими, и под них будет посидеться инфраструктура. Совершенно верно. Они становятся законодателями мод, если так можно проще сказать. Они обозначают вот именно те направления, которым надо соответствовать. И когда появляются подобные проекты, о которых вот мы сейчас говорим, то становится очевидно, что дальше, кроме как меняться, не получится. Потому что уже смысла нет оставаться теми, какими были. Оставаться теми, когда это устраивает собственника, настроенного лишь на то, чтобы сделать и продать быстренько, базар все сожрет. Так называется такой подход. А время сейчас наступает иное. Если раньше можно было действительно годами ходить к продавцу на базар, который тебя обманывал, сейчас обмануть можно только один раз. Сейчас можно вести только честный бизнес и только с уважением к своим гражданам. К тем, для кого ты творишь, строишь, создаешь, продаешь, лечишь. Больше одного раза обмануть не получится. И поэтому время вот этих одноразовых решений, оно отходит. Я думаю, что отходит и время решений сиюминутных тоже. И вот только те, когда уже действительно на перспективу, потому что нам действительно очень важно понимать, а что же там дальше за горизонтом, что достанется моим внукам, для того, чтобы уже каждую минуту своего времени жить более наполненно. Ведь эти решения комплексные, когда становится понятно, что здесь можно встретиться с друзьями, здесь провести конференцию, здесь как-то иначе провести время. На самом деле это не только про комфорт, это в то же время про ресурс, самый ценный ресурс человека. Это время, которое таким способом освобождается для того, чтобы побыть с любимыми людьми и заняться любимым делом. Часто приходится слышать, что большинство людей ленивы, не могут заплатить за это, вообще относятся к этому как-то негативно. И людей, которые как-то мыслят по-другому, более современно, новаторские и так далее, их по факту в популяции не очень много. Процентов 15. 15 или даже меньше. Могут ли они повлиять на изменения в целом в обществе? И каким образом происходит этот механизм? Ну, я и про городское сообщество, и в принципе тебя спрашиваю. Конечно могут, потому что есть такое в природе явление, как автосинхронизация. Если на лугу загореться 5% светлячков, вспыхнет весь луг. Если в табуне только 5% жеребцов побежит в одну сторону, за ними побежит весь табун. Если в популяции, неважно это фауна, либо человеческая популяция, 5% окажутся носителем не просто каких-то признаков, а каких-то ценностей, то они начинают формировать уже новый тренд, новую повестку. И поэтому на самом деле достаточно 5% тех, кого, ну скажем так, охватывает желание перемен, причем перемен тех, которые они уже могут визуализировать, можно не сомневаться, что процесс пошел, процесс начался. Потому что вот это самое активное большинство, меньшинство, вернее, поскольку 5%, оно всегда выиграет. Главное, чтобы действительно у них было куда двигаться. Как этому меньшинству синхронизироваться между собой? Что должно произойти, чтобы вот эти 5%, например, новосибирцев, которые хотят и видят, куда идти, как меняться городу, чтобы они синхронизировались между собой, повлияв на всю ситуацию? Самое главное не молчать. Самое главное найти способ заявить о себе в любом доступном для себя канале информации. Хоть где. И не носить в себе вот это желание, да, чтобы там твой город стал лучше, чище. Можно, конечно, ходить, ворчать, как все вокруг, там, серо, грязное и так далее, там, убогое жилье, еще что-то. А можно говорить о том, что я хочу, чтобы мой город был вот таким. И уже создавать видение этого и показывать, что, ребят, на самом деле у нас для этого все есть, по большому счету. Мы же понимаем, что 80% вообще всего на свете решается нематериально. Оно решается организационно. И поэтому принятие решений, в том числе организационных, оно делает город чище. Оно создает условия для строительства новых комплексов, которых человек будет себя чувствовать именно человеком, особенно тот, который себя уважает. Поэтому, на самом деле, первое, это не молчать. И здесь, в любом формате это может быть сделано, хоть в личных каналах, потому что всегда, когда ты высказываешь какое-то мнение, всегда находятся те, которые скажут, я думаю так же. А вот давай встретимся, а давай соберемся. И вот эти очишки маленькие, они потом становятся большими уже очагами, которые ментально и на таком ценностном уровне охватывают все больше людей. И когда будет 10% таких людей, процесс уже будет необратим, он просто двинется дальше. Друзья, не молчите, высказывайте свое мнение и делитесь своим взглядом на то, как должен развиваться наш город. Есть ли у тебя какое-то видение, что может стать драйвером для очередного рывка Новосибирска? Ну, как в свое время был мост, потом Академгородок, военные годы эвакуации. Что сейчас, в 21 веке, может стать таким драйвером? Прежде всего, наверное, воля. Воля к этому горожан, воля к этому руководству города. Первое, с чего все начинается, это с воли захотеть. Ну, а если говорить о, скажем так, макроструктурных проектах, то, я думаю, это все-таки здесь, пожалуй, будет два узла. Ну, таких вот, да. Об одном из них я сейчас рассуждать не буду, поскольку он не вполне в формате нашей беседы. Это транспортное решение, дорожно-транспортное решение. Потому что, если в Москве там по несколько десятков станций метро в год сдается, у нас там, дай бог, по одной в несколько лет, ну, как-то меня это, как новосибирцы, по меньшей мере вопрос вызывает. Ну, по-моему, не десятков, конечно, но несколько станций в год. Ну, несколько станций, да, в год точно сдается. И поэтому такая диспропорция вопросы вызывает. Хотя, конечно, тот же самый метрополитен, он мог бы очень здорово решить многие вопросы. Однако, дорожно-транспортную структуру я пока трогать не буду. И, если говорить о втором таком, вернее, для меня он первый на самом деле блоки развития, это именно жилищное строительство. То это создание комплексов, которые становятся такими, ну, уже действительно пионерскими, да, ну, не в смысле, там, про красные галстуки, а вот в том изначальном смысле, да, еще скаутской тематики, да, пионеры – это первопроходцы, пионеры – это создатели трендов, законодатели мод. Это создание таких территорий, территорий живых городов, на которых действительно хочется жить, работать, и причем далеко не ходить никуда. То есть это именно комплексные подходы. Когда проводились, допустим, исследования, ну, они немножко были из другой сферы, были исследования про магазины, да, вот, в какие магазины вам было бы вот наиболее не для вас привлекательной. Все на 100% практически на первое место поставили доступность. Потому что сейчас время, действительно, это наиболее ценный ресурс. И когда в определенном, ведь мы же привыкли жить общинами, если говорить об антропологии. И вот эти общины, которые складываются, они ни в коем случае не имеют какой-то там идеологический, там, религиозный поочечаяния, характер, нет. Это территории людей, которые выбрали для себя, сделали выбор – жить качественно. И когда это уже становится модно, когда говорят, вот я хочу жить как там, вот как те живут, то вот такой запрос, мы же все-таки живем так или иначе в капиталистическом обществе, где рыночные отношения. И когда на рынке возникает запрос на качественное, достойное жилье. Вот у нас есть программа «Доступное жилье». Хорошо, окей, то есть у нее там своя целевая аудитория. Но в Новосибирске четко сформировалась целевая аудитория, для которой больше подойдет слова «недоступное жилье», а «достойное жилье». И вот эта программа «Достойное жилье», она на самом деле и может стать тем драйвером, который будет менять город. Ну ты практически сейчас в разговоре здесь породил новый бренд «Достойное жилье». Ну как бы то ни было, потому что когда появляются территории, на которых человек живет достойно, то меняется все вокруг. И понятно, что такие же территории появляются там, здесь. А потом естественный процесс, вот это пространство между ними, оно просто становится... Ну не подтягивается до этого. Совершенно верно, да. И это не какой-то анклав людей с высоким уровнем жизни, а именно новый стандарт жилья и новый стандарт жизни. Есть такое мнение, что главное, самое ценное в Новосибирске – это люди. Я в общем с этим согласен. Но можно ли вот этот капитал каким-то образом превратить в какой-то, не знаю, бизнес-процесс, или каким-то образом, в общем, монетизировать, получить дивиденды из этого капитала, хотя бы для самих носителей этого интеллекта? Я думаю, сами носители этот вопрос для себя давно решили, потому что кто-то его экспортирует, кто-то продает, кто-то каким-то образом использует. Поэтому мы же вначале говорили, Новосибирск – это город свободолюбивых, независимых людей, поэтому ждать каких-то, ну, прямо больших-больших таких вот конгломератов, либо объединений, даже по каким-то очень таким значимым интересам, скорее всего, не приходится. Но весь мир живет по клубному принципу, и вот, допустим, реализация таких проектов – это тоже в известной степени клубный принцип. Потому что люди, которые выбрали, допустим, там, комфорт, которые ценят время, которые уважают себя, которые являются носителями определенных ценностей, а это уже готовый клуб. И причем вот такой материализованный клуб, а не просто тот, куда-то приходишь. И поэтому, конечно, здесь я уверен, что именно в таких проектах люди, вот именно того плана, о котором ты говорил, такие независимые, свободолюбивые, с критическим мышлением, да, ироничные скептики, они будут как раз вот собираться на таких территориях. И такая территория, она само по себе уже создает условия для объединения интеллектуальных ресурсов. Ведь неспроста, допустим, описывая решение, ну, в котором реализуется такой проект, а ты назвал в том числе и клубы, конференц-залы, комьюнити-центры. То есть там, где можно собраться, поворчать, покритиковать, поумничать. Потому что именно вот в таких пространствах и рождаются интересные решения. Не будем за примерами далеко ходить, на одном из заводов не буду называть, новые эффективные менеджеры, которые туда пришли, они первым делом устранили курилки. Все, то есть все, запретили собираться в курилках. Ну, дескать, эффективность падает. И к чему это привело? То, что буквально на второй месяц после этого нововведения на 30% снизилось количество распредложений. Ух ты, то есть они там рождались, в курилках. Конечно. И поэтому, на самом деле, вот именно в таких комьюнити-центрах, куда селятся люди, которые уважают себя, любят своих близких, ценят свое время и выбирают жить достойно, они будут создавать идеи, которые и будут их вкладом в живые города. И не могу я все-таки не удержаться и сказать, а что ж вы такие бедные, раз вы такие умные новосибирцы? Я не могу назвать новосибирцев бедными людьми, хотя зачастую, чего уж говорить, многие наши земляки вполне успешно себя именно такими изображают и позиционируют. Ну, как-то не принято в Новосибирске демонстрировать свое благосостояние. Наиболее, скажем так, в этом плане продвинутые горожане, они вообще предпочитают жить на земле, за высокими заборами, ну и как-то не афишировать. Видели мы эти коттеджные поселки, видели. Дело в том, что понты – это не про Новосибирск. В Новосибирске понты не любят. Есть территории, есть города, даже в России, где это тема номер один. Совершенно точно, Новосибирск – это не про понты. Герману можно верить, он много ездит, работает в разных городах России. У нас есть еще одна традиция. Мы составляем пока виртуальный, потом, возможно, это будет реальный путеводитель по нетуристическим местам Новосибирска. Можешь ли ты какие-то свои предложения внести, какие-то места, которые, ну, то, что называется, не открыточные, не фасадные, но, тем не менее, достойны интереса и новосибирцев, и, возможно, тех, кто к нам приехал в гости. Я не знаю, насколько сейчас это место осталось таким же, каким я его помню, но сравнительно недавно было у нас одно место в Новосибирске, правда, все-таки оно больше для теплого времени года, когда надо было сесть на 112-й автобус, доехать до конца, выйти и пойти по заброшенной железнодорожной ветви. Ну, где это, скажи, сейчас уже этот маршрут 112-й. Конечный 112-й. Поэтому, на самом деле, можно практически сесть на любой маршрут, доехать до конечной, там, где заканчивается город, и уйти в поля, что называется. И тогда, на самом деле, открываются вот эти наши просторы, наши колки, холмы. Обожаю холмы, потому что пока дойдешь до вершины холма, столько всего, и открывается новая перспектива. И, на самом деле, Новосибирск, он как раз вот этими местами богат. Ну, а для, что называется, самого простого решения, это 95-й маршрут автобуса, конечный, которого находится на Зайльцовском парке. И туда, на самом деле, можно тоже углубиться, тоже пройти по ветке железной дороги, правда, детской железной дороги, выйти на берег Аби, просто побродить. Ну, открою такую тайну, в летнее время пособирать грибов и вернуться с полными лукошками. Там, на самом деле, предостаточно грибов и ягод, как ни странно, и все это в городской черте. Свернуть стропинок, позволить себе роскошь заблудиться, при этом выключив телефон, чтобы хоть немножко испугаться какой-то неизвестности. И, на самом деле, это будет очень хорошая перезагрузка, хоть и такая лайтовая, непродолжительная, но, тем не менее, как из любого путешествия, человек оттуда вернется уже другим собой, лучшей версией себя. Это был рецепт от Германа Теплякова. Завершающий вопрос, точнее, это вопрос уже от тебя, нашему следующему гостю. Что бы ты хотел у него спросить? А я бы задал ему такой вопрос. Если бы он стал сети-менеджером, первым лицом Новосибирска, какой первый указ он бы издал? Замечательный вопрос. Он у меня был в списке моих вопросов, но ты каким-то образом его считал, видимо. Вот здесь. Герман, большое тебе спасибо. Мне наша беседа показалась очень содержательной, и я слушал тебя за большим вниманием. Много нового узнал от тебя. Я надеюсь, вам было также интересно. Это проект «Новосибирск главный». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты в соцсетях. Нам это приятно. Это будет лучшая благодарность за нашу работу. Ну и критикуйте нас, пишите в комментариях, задавайте вопросы нашим следующим гостям. Мы тоже это любим. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok